В августе 2014-го белый полицейский в городе Фергюсон, штат Миссури, застрелил безоружного чернокожего подростка Майкла Брауна. Даррен Уилсон заявил, что стрелял в целях самообороны. Большое жюри присяжных ему поверило и не нашло состава преступления в действиях полицейского. Это решение было принято 24 ноября. К вечеру того же дня город Фергюсон охвачен бунтом. Горят машины и магазины. В Миссури стягиваются отряды национальной гвардии. Страсти немного улеглись, но тут объявила о своем вердикте еще одна коллегия присяжных, собранная по аналогичному поводу. В Нью-Йоркском районе Стейтн-Айленд полицейский задушил безоружного Эрика Гарнера. Америка взорвалась. На улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Филадельфии и Чикаго вышли сотни тысяч на акции против произвола полиции. Среди демонстрантов и белые, и афроамериканцы. О расовых противоречиях рассказал в эксклюзивном интервью Тайм-коду президент округа Бруклин Эрик Адамс. О своем многолетнем опыте в полиции и о глубоко личных причинах, которые привели афроамериканца на службу в NYPD, он говорит впервые. Здравствуйте, господин Адамс. Видите ли вы сходство в инцидентах с гибелью Эрика Гарнера и Майкла Брауна? Здесь общее подводное течение. Люди выходят на марши протеста не только в Сент-Луисе, но и в Нью-Йорке, и в других городах, потому что они видят одну причину в напряженных отношениях между полицией и гражданами. Дело не в том, что это горожане против полиции. Это битва между прошлым и будущим. Вот отсюда эти многотысячные марши. Господин Адамс, вы много лет проработали офицером полиции Нью-Йорка. Действительно ли существуют предвзятые отношения в полиции по отношению к афроамериканцам? Каждый день во время работы в патруле я слышал по нашему полицейскому радио сообщения о преступлениях и подозреваемых афроамериканцах и латиноамериканцах. Если очень серьезно не следить за собой, то можно попасть в эту ловушку, когда о людях судишь по цвету их кожи или национальности, а не по тому, как они реагируют на вас, как они ведут себя. Ну хорошо, а как избежать тогда вот этого предвзятого отношения? Нужно что переучивать полицейских? Полиция в Америке должна перестать извиняться за межрасовые конфликты и предрассудки общества. Полицейские их не создавали, но должны в этих условиях работать. Именно поэтому мы обязаны быть честными и перед обществом, и перед самими собой. Раньше полицейские департаменты говорили своим курсантам, мы не видим расовых различий или половых, или религиозных. Но ведь это же ложь. Мы как люди видим эти различия. Давайте же отдавать себе в этом отчет и учить полицейских работать в таких условиях. Ну и во-вторых, полицейские отправляются на дежурство с пониманием ситуации в тех или иных районах. Где-то стражи порядка заранее готовы применить силу и бить по голове, а где-то считают необходимым воспользоваться другими навыками, например, умением уговаривать людей. То, что мы видели в Стейтен-Айленде с Эриком Гарднером, это был типичный молоток по голове. Был задан вопрос, почему арестовываете? Полицейский здесь не должен был торопиться, должен был спокойно объяснить. Вместо этого человека валят на асфальт и начинают душить. Такого нельзя себе представить в богатом, стабильном районе. Проблема в том, что свои лучшие приемы и навыки мы используем только в благополучных районах. А в бедных и нестабильных все эти навыки отбрасываем в сторону. И начинаем грубо давить. Господин Адамс, почему вы соглашаетесь обсуждать эту тему, хотя я понимаю, что она не приносит вам особого удовольствия? Моему сыну исполнилось 18 лет. Он сейчас входит в эту опасную зону. Я о нем беспокоюсь. Я боюсь, как бы он ни повторил мой печальный опыт. Когда я был подростком, меня несколько раз арестовывали. При одном из таких арестов полицейский бил меня ногой в пах. Неделю мочился кровью, скрывая это от родителей как мог. Дети не должны проходить через такое. Как раз для того, чтобы предотвратить повторение такого ужаса, я и пошел в полицию. Я хотел изменить ситуацию изнутри. Побороть этого демона в нью-йоркской полиции. Сегодняшний момент очень важен. В Америке в 60-е годы было широкое движение за гражданские права чернокожих, которое достигло успеха. Потому что чернокожие и белые боролись бок о бок. Они стремились показать, что Америка достойна лучшего. Теперь внуки тех, кто принимал участие в движении за гражданские права, белые, черные, русские, евреи, персы во всех районах города, во всем своем этническом многообразии, вышли на улицы вместе. Спасибо большое за интервью.